Всем доброе утро! У нас сегодня шведский стол такой. Каша рисовая, молочная, геркулес молочная, но бульон здесь всегда, сухарики, вот сыр, яйца, колбаски, салатик, морковка с чем-то, не пойму, морковище, творог, какая-то масса красивая, давайте посмотрим. Слишни, наверное. Вот такая. Котлетки парные, омлет, тыква с кунжутом. Давайте посмотрим. Здесь запеканка творожная, блинчики с вишней, вареники с творогом, сосиски, сардельки и вот много вкусняшек таких вот разных и фруктов. А еще есть молоко, ну, кофемашина, конечно же. Так же соки вон там. Сегодня мой завтрак. Два блинчика с вишней, тыква с кунжутом печеная, каша рисовая, молочная, фрукты, кофе, латте, йогурт с вишней, Илона на творог перешла. Молодец, правильное питание. И все вот разнообразие. Теперь все надоело, уже едим все другое. Вот такая красивая выпечка. Тоже йогурт. Всем приятного аппетита, кто кушает. Спасибо. Сегодня 27 июня. Очень классно. Море теплое. Водичка такая хорошая. Я сегодня наслаждаюсь утренней погодой, загораю, намазалась маслом своим любимым от Гарниер. И давайте сейчас подойдем к морю, покажу вам водичку. Сегодня, правда, знаете, у нас в этом году, вернее, не сегодня, а вообще, нашествие медуз. Все, что-то их больше, чем обычно. Поэтому купаться тем, кто вот их не любит. У меня как-то все равно плавают и плавают. Как большие, так и маленькие есть. Такая водичка сверкает. Очень чистая. Видите, каждый камыш где зайдем, снимаем. Море очень хорошее. Крыму чистое. Такая водичка. Людей очень много уже. Девять утра. Вот соседние пляжи. А вот наш. Ну, на нашем пока только занимает лежать. Вот это все. Вот это все наш пляж. От вот той оранжевой будки до вот этой желтенькой нашей. Здесь наши спасатели. Вот апартаменты строятся. Смотрите, какие скоро тут, наверное, в следующем году уже будут места продаваться. Также у нас есть раздевалки, переодевалки. Лежаков много. Всем хватает. Даже сторонним продают. В общем, давайте воду смотреть. Никак не могу наплаваться. Не надоест, потому что эти процедуры отнимают много времени, конечно. Я специально их взяла не с утра. С утра мне больше всего нравится, когда солнце не жаркое. Вечером тут быстро темнеет. Вот видите, тут такое здание. Где-то в 6 часов уже темновато. Становится без солнца. Ну, не темновато, конечно, а солнце уже скрывается. Поэтому загорать можно только до 6 часов вечера. Так что, кто будет в санатории, совет берите процедуры на жару, на время жары, после обеда, когда на пляж вы не пойдете. Сейчас вот кажется, что медуз нет совсем. Они как-то стайками, что ли, проплывают. Непонятно. Также у нас есть развлечения. Бананы, всякие плюшки, катер тут ездит. Вон, видите, такой вот есть гидроцикл, или как он там называется. В общем, все есть, все развлечения присутствуют. Банан 500 рублей. Сколько, не знаю, по-моему, 20 минут. Что-то далеко возят. Ждем, не дождемся, как говорится. Уплыл и долго не приплывает. В воскресенье у нас намечается экскурсия. Поедем до Ласточкиного гнезда, до Арианды, в Ялту там заезд. В общем, я поснимаю, конечно. А так вот, всем хорошего отдыха. Надеюсь, вы тоже посидите в этом году море. Это классно. У нас сегодня на обед кукурузу дают. Снимаю ее, потому что ее редко дают. И вот такая вот вкусная фасоль с овощами тоже мне понравилась. Еще есть абрикосы. В общем, и выпечка вкусная. Хочу показать вам свое изобретение, как я стираю в номере. Вот такие у меня есть пластиночки для стирки. Фикс прайс продаются, белорусские. Я одну пластинку кинула в раковину. Предварительно вот моя крышечка работает, которую я показывала вам. Я купила пробку для раковины. Вот замочила полотенце. Сейчас она у меня немножко поболтыхается, отмокнет. И я думаю, что все сработало. То есть замочить есть где. Вот водичку включаю. Сейчас она у меня отмокнет от грязи, от соли морской. И я его повешу на балкончик. В общем, здорово я придумала. Главное, чтобы вода вот туда не сильно много наливать воды. Так что все работает. Моя задумка получилась. И на самом деле вместо порошка тащить такие хорошие листочки очень даже легко и удобно, комфортно. Главное, чтобы их не намочить. Вот эта косметика, которой я пользуюсь. Сухой шампунь я взяла очень маленький. У меня он уже пустой. Сегодня девятый день. Все, у меня он закончился. Придется мне новый покупать. На Эйвон для лица у меня аллергия пошла. Я купила местный крем крымского производства. Вот такой солнцезащитный со всеми видами SPF. Тут от всех видов лучей. и категория такая вот 3+. Я не очень как бы в этом читала, что нужно брать с обеими защитами. Тут вот она интенсивная защита от фотостарения. Такой местный кремчик для семьи. В общем вот таким пользуюсь теперь. Его я смываю гидрофильным маслом, которое от Аравии я отлила. Мне оно не нравится по аромату и по действию мне как-то не зашло. Очень хорошо мне нравится гель для умывания. Прям сильно понравился индийский из коробочки красоты. У меня таких дома еще один есть. Гель для бритья тоже очень нравится. Гель для душа хорошо идет. очень классный от Фаберлик. Мне прям очень понравился аромат. В общем все использую. Здесь я купила еще местный такой вот бальзам. Это как вот масло для загара, чтобы не сгореть. От царства ароматов такой косметический ароматический мулатка для ухода за кожей перед приемом солнечных ванн. Он тоже у меня уже закончился. Маленький пузыречек конечно я купила такой еще на следующий раз. Ну у меня отпуск еще будет в этом году. Ну вот так вот все на этом пока. Вышла я из магазина. Вот иду сейчас к Гвардейским переулкам. Понравился мне домик только вот отстроился видимо Гвардейская 24. Но телефончика нет чтобы заселиться к сожалению. А так вообще тут интересные такие домики. Ветер правда дует Гвардейская 19 а вот ну в общем посмотреть. Интересно здесь ходить. Кстати я здесь первый раз сколько раз была в Алуште ни разу не была. Вот сдаю жилье. Давайте посмотрим телефончик есть тут такой 7 978 ну вообще вот так вот такой домик сдается везде сдается жилье. В общем можно найти любое тут вон дворцы даже какие-то там есть но не дворцы такие хорошие домики прям добротные здесь сады у всех алыча что-то еще вот тут мне нравится у которого крыша круто ну тут от моря далековато конечно ну возможно в общем-то дойти пешком кому не принципиально вот прям на первой линии жить я иду как раз в направлении набережной но мне надо налево все время в общем у меня есть сегодня задание куда я должна попасть я уже начхала на купание в море так я зависла в этом парфюмерном магазине что уже теперь ну как бы знаете в общем тринадцатый дом зависла я в этом магазине я решила сегодня возможно я уже не успею поплавать но у меня сегодня единственный день когда я могу пошляться потому что завтра мне придется плавать весь день потому что процедуры расставлены так что в общем не погулять так прекращаю сейчас вести свои разговоры мне кажется ветер мешает очень сильно поэтому пока все до связи хотите еще посмеяться впереди еще один чистый дом я только что из него вышла вот с другой улицы здесь он еще один такой есть но я уже не пойду ребят но это не честно хочу зайти вот в еда вода это улица Багликова или Багликова не знаю как правильно Багликова наверное мне сейчас вот туда вверх сейчас машинки тут проедут я перейду дорогу пойду вот мне хочется посмотреть крымские сладости фундук и сувениры вот этот вот магазин что вижу то пою простите понравился вот этот отель Южная ночь здесь свободные номера написано хорошее расположение мне понравилось единственное что вот дорога тут рядом но это в общем-то неплохо какие-то булочки пекут вот тут еда у них кто тут живет жилье квест хаус Алушта так у меня дорога немножко не в ту сторону поворачивает но на самом деле интересно не менее исследовать Алушту даже и купаться тоже хорошо но ходить тоже мне очень интересно улица Багликова 8В иду гуляю салон красоты мне пока не надо это все дома алая чара сидит смотрите я надеюсь выйти на улицу 15 апреля каким-то вот боком мне надо туда попасть и хотела новым маршрутом вот иду интересно мне правда мне надо немного правее мне кажется я немножко заворачиваю но ничего зато первый раз пройдусь по этим улочкам но еще раз смешно универмаг Алушта опять чистый дом у них наверное в каждом универсале а мне вот туда и здесь я вижу какой-то рынок я такой не знаю так главное чтобы меня не задавил никто вот попробую перейти дорогу здесь незнакомые места конечно прикольно ходить аптеки мне кажется здесь не забудешься вот что за рынок я не знаю мне это интересно и я хочу туда зайти самое главное потом выйти в нужном месте вообще здесь вот остановка автобусов которые ко мне прямо в санаторий едут в общем ничего страшного там еще какой-то универсам подальше ну вообще классно тут у нас Сандра винный магазин сейчас попробую перейти дорогу и зайти на рынок вот так надеюсь меня тут никто не задавит ой-ой-ой не надо меня давить пожалуйста вот где-ка сейчас попробую на рынок зарулить я тут не была на рынке и вообще мне сегодня очень интересно конечно жарко единственное что ой-ой-ой так я вот пойду на рынке погуляю может быть что-то куплю тут ух-та-ух-та я люблю такие места универсальный рынок угу очень классно тут теперь похожу видите палата куча пойду все пестрые вон там голубенькая только смотрите какие цветочки красивые в этом году напишите название тут вот версия что это мокрый Ванька я не уверена Ванька мокрый такой разноцветный а вот еще ну это бегоня а вот это вот такая же песенька кс-кс-кс а это какая красавица ой дайте лапочка а у нас тут жуки летают какие-то из красной книги вон он какой огромный вот черный с какими у него сиреневые крылышки вот этот занесен красную книгу здесь только водится мы их в том году тоже тут видели давайте увеличим ооо какой большой попку показывает вот вот он а жужжит так громко ооо сердитый наверное всем привет у нас новый день 28 июня погода прекрасная тишина здесь заклад божьи благодать солнце тепло дорожки политы мы идем на завтрак вот такая красота даже цикады поют утром проснулась наши кошечки тут ходят вот они черепашка и рыжие вон она я жду своих уже много людей с рынка пришли фрукты принесли на рынок говорят надо ходить утром там дешевле бабушки приносят свои ягоды фрукты а потом их как-то скупают вроде перекупщики как-то так говорят поэтому многие ездят на рынок в 6 утра ну или в 7 кто как ой сегодня прям цикады стараются ветра нет такие могучие сполины кипарисы в общем вот поливают везде видите тут автополив и просто полив в общем все живет своей жизнью сегодня у нас завтрак без кашки потому что не было света с 3 часов утра так что мы перешли на творог со сметанкой очень вкусной вот я решила что я голодная кошечка еще взяла колбаску кофе из новой кофемашины ну в принципе у всех так же потому что особо не разбежишься так где-то я еще взяла вот у меня вот это моя норелочка вкусная тут такая вот выпечка песочная перебрут яблоко вот всем приятного аппетита приятного аппетита спасибо продолжается утро 8.30 смотрите сколько людей какое море сегодня шикарное прям тишь да гладь много людей купается значит водичка тепленькая сейчас вот на нашем пляже но еще пока не видно сколько людей вот на соседнем много уже на лежаках лежит и в море посмотрите побольше чем обычно с утра сейчас я быстренько туда тоже присоединюсь за что мне нравится наш пляж санатория смотрите у нас свобода лежаков много сейчас я займу моим девочкам и вот так вот людей очень нравится что у нас поменьше толпа вот это вот чужих тоже есть вот кто под зонтиком загорает это явно не наши вон там сейчас где-нибудь здесь вот найду местечко да вот наверное там мой ужин взяла на пробу рыбку крымскую такую вот жареную салатик картошечку печеночный пашкет очень мне нравится сливочный сейчас попробую рыбку и вам потом расскажу возможно ребятки рыба офигенная чуть не съела еще одну порцию нет очень похожа на ледяную я не знаю что это за местная рыбка она еще с икрой внутри очень вкусно такая сладковатая в общем мне очень понравилось вот я две съела и пошла еще взяла готова вообще ничего не есть поужинать только ей это очень вкусно у нас завтрак вот у меня тыква со сметанкой два кофе латте каша творог и фрукты с шарлоткой вон у нас торопится творог каша и два шоколада нет это макатина и шоколад с молоком шоколад с молоком у нас новая кофемашина крутая ну мама оля у нас тут по сарделькам ну и то не знаю самой или кошечкам вот у нас тут такие кошечки красивые хорошие всем приятного аппетита приятного хочу показать вам сколько людей сегодня 29 июня как старые добрые времена но чуть поменьше но все равно посмотрите сколько в море плавает прям кишит даже у нас на пляже где всегда мало а там дальше вообще вот вода сегодня такая теплая теплая правда вот немножко волна идет но все равно очень комфортно плавать вот посмотрите сейчас я вам поближе где мои илоночка помашите ручкой вот смотрите сколько людей у нас мама дорогая все битком уже сезон вообще удался вот такая пена это что камушки белые кайфово очень теплая сегодня водичка вот прям много-много плавает дети кругом дети вот на кругах малыши тут все езжайте в крым да а вы что скажете великолепно отлично знаете волнушку кто не рискует зато сьет шампанское точно вот смотрите малыши какие отдыхают ну в общем круги там бассейны вот наш пляж битком вот все лежаки уже ну не все конечно есть там стопочки еще ну прям очень много сегодня народу наверное завтра будет еще больше воскресенье в общем люди приехали прям уже мест свободных нет вот такой вот сегодня накат волн о море такое немножко мутное за счет вот волн вчера было прям кристально чистое но не такое теплое сегодня уже прям вообще водичка прогрелась о какая вода очень много пены прикольно сегодня стоишь и тебя вот прям сверх снизу до верху такое вот накатывает пенкой волшебной кайфово сегодня нет процедур у меня только в 3 часа почти без 15 это очень классно о сердечко здорово мамуля привет москве надо говорить да всем вот детишкам сегодня рай да и взрослым тоже видите как пенка нравится здорово в общем мы сегодня кайфуем от процедур свободны в общем здорово поплаваем завтра завтра мы едем на экскурсию в ласточкино гнездо авариат ну в какой там авариат ну по-моему как-то так называют я же забыла так это белый кварц красивый элона собирает белые камушки чтобы сделать что-то с эпоксидной смолой что-то будешь делать ну залить и что-то можно такое красивое типа кусочек моря голубая эпоксидка и на берегу вот так что будет рукодельничать ладно пойду положу телефон и поплаваю еще по-моему